2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Ты сегодня, здесь и сейчас учил нас и наставлял во имя Ишуа Мессии. Амин. Итак, сегодня мы затронем с вами немножко сложную тему. Я думаю, что иногда приходит время к сложным темам, правда, чтобы нам с вами развиваться и хорошо расти. И тем не менее, тема эта довольно часто у нас на слуху. Мы будем говорить о том, как Бог устроил человека, что значит иметь отношение вообще с Богом в таком понятии, как в духе. Вообще часто мы слышим такие выражения «я в духе почувствовал». Вас ничего не смущает? Но мы часто говорим это. Или, например, «дух повел меня», «я почувствовал побуждение в духе», «я переживаю, имею переживание в духе». То есть это достаточно большие эти слова, и подобные слова занимают большую часть нашего вот такого лексикона христианского, правда? А что это значит? Я в одно время, помню, решил провести такой небольшой эксперимент. Я подходил к разным учителям, которые к нам приезжали, к разным служителям, пастырям, которых я знаю. И знаете, такой момент как бы доверительной беседы, когда я спрашиваю, говорю, послушай, объясни мне, пожалуйста, вот простым языком, как художник художнику, что вот как ты слышишь Бога? Что происходит в тот момент, когда Бог с тобой разговаривает? Как ты понимаешь, что Бог разговаривает? Вы знаете, что я заметил? Что этот вопрос оказывался непростым для людей, потому что они переживали некие переживания вообще, но они не могли толком объяснить мне, что это значит и как это работает. То есть они говорили, что я что-то внутри, вот у меня есть такое, ну как бы, интуитивное понимание, что хочет Бог. И интересно, что разные служителя говорили подобные вещи. Ну то есть вот просто себя спросите, вот тот же самый вопрос. Откуда я знаю, что Бог говорит в моем сердце? Что это такое? Как это вот? Я почувствовал в духе, что вы лично в своей жизни вкладываете в это понимание? Бог мне проговорил это, ну что это значит? Как это должно происходить? Как это работает? Как это устроено? И, собственно говоря, об этом сегодня у нас пойдет разговор. Вообще, для того, чтобы начать вообще говорить о данных понятиях, нам необходимо вернуться к основам. Нам необходимо вернуться к тому, как устроен Богом человек. Как мы устроены вообще? Что происходит у нас внутри? Как Бог задумал? Ведь мы видим во всей Библии о том, что Божье намерение по отношению к человеку, чтобы говорить с ним. Бог заинтересован в том, чтобы с нами разговаривать. Во всей Библии от начала до конца мы видим вот это как бы Божье стремление, откровение, дать нам откровение, дать нам понимание, встретиться с нами, встретиться Богу с человеком. И я хочу сказать, что если мы посмотрим даже в Писании, оказывается, это вопрос достаточно непростой. И он имеет разные, так скажем, варианты того, как к нему можно подойти и как на него можно посмотреть. Отчасти, отчасти это похоже на, вот знаете, когда человек смотрит в телескоп, в космос, на звезды. Вы что-то видите, но вы понимаете, что вы все не видите. Понимаете, да? То есть вы видите какие-то небесные тела, вы понимаете, что там целый мир, что там целый космос в прямом непереносном смысле. Но вы осознаете также свою слабость по отношению к такому величию. Когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом, это очень похоже на рассматривание его в этот телескоп. Мы что-то ухватываем от его величия, от того, как он действует, как он взаимодействует с этим миром. Но мы осознаем, что большая часть этого всего находится в недоступном для нас таком состоянии, в недоступном, ну, как бы, мы не можем это все увидеть до конца. Итак, давайте мы посмотрим, что же Писание говорит о вопросах наших взаимоотношениях с Богом, о том, что такое хождение в духе, о том, что такое связь нашего общего, что такое наш дух. Когда-то Ишуа встречался с одной из женщин, самаритянкой, очень такая известная история, Иоанн ее описывает в 4 главе 23-24 стихах, и у них было общение. Женщина была, ну, скажем так, не совсем еврейкой, то есть она была из смешанных родов, самаритянка, и когда они разговаривали, речь шла о месте поклонений. То есть она затронула этот вопрос и говорит, ну, в общем-то, наши предки говорят о том, что нужно поклоняться в одном месте, а евреи говорят о том, что нужно поклоняться в Иерусалиме. Так что же правильно? Вы помните, да? То есть это очень практичный вопрос, который она задала, потому что было несколько мест поклонения, и самаритяне не приходили в те места, куда приходили обычные евреи. И Ишуа, он отвечает ей совершенно по-своеобразному, по-своему. Он говорит, настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники, смотрите, истинные поклонники, а речь как раз шла о том, кто является этим истинным поклонником, каким он должен быть, этот поклонник. И он говорит, Ишуа, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. И понятное дело, что с одной стороны для нее это было что-то более понятное, с другой стороны для нее это ни о чем не говорило, потому что фактически он не отвечает ей прямо на вопрос, там знаете, какую синагогу мне ходить, в левую или в правую? Он говорит, послушай, будет такой момент, когда синагоги не будет, будет совершенно другого уровня взаимоотношений. И таких поклонников, таких взаимоотношений ищет Бог. Иными словами, что мы должны поклоняться Богу в духе, будучи руководимы истиной. И именно вот таких поклонников, по словам Ишуа, ищет Бог. Вообще, чтобы лучше понять, что значит поклоняться, служить Богу в духе и истине, нам следует понять, что из себя представляет наш человеческий дух, изучить его функции, насколько это возможно. То есть, вот у нас есть дух какой-то, да, внутри нас. Мы говорим, я в духе почувствовал. Что это вообще значит? О чем мы говорим? О каком, ну, не знаю, что это? Это такое теплое ощущение, или это, или какое-то переживание, или это наш орган какой-то скрытый, внутри, наша внутренняя какая-то антенна. О чем мы говорим? И, чтобы хорошо в этом, вот, вспомнить или разобраться, мы идем в бытие, вторую главу, седьмой стих, то есть, с самого начала, к тот момент, когда был сотворен человек. И там написано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Очень интересное место. Если вы посмотрите в оригинале, на иврите, как там говорится, вы, я абсолютно уверен, получите целый ряд откровений. Например, одно из таких, для меня было откровение, о том, что слова «руах» или «дух» в оригинале нет, оказывается, да? то есть, и стал человек душой в дыхании жизни, душою живой. Давайте мы разберем это все. Что мы видим из этого места Писания? Бог творит наше тело, Бог творит тело человека из материи земли, из праха земного. Вот просто зачерпывает микроэлементы, землю, я не знаю, минералы, что попало в эту руку, да? сжимает, и он творит тело. И мы знаем, что мы из праха взяты и в прах возвращаемся, правда? Наши тела, когда они уходят в землю, они полностью, через некоторое время, становятся частью земли, и через, там, 50 лет вас не найти уже, и никого не найти, правда? То есть, мы снова возвращаемся в тот прах, из которого были мы созданы. Но дальше мы видим, что духовная сущность человека, духовная составляющая человека появляется после того, как Бог вдыхает дыхание жизни в ноздри. То есть, фактически, Он взял это тело, вот оно лежит, это просто какая-то оболочка, и Он вдыхает что-то, дыхание жизни. И это тело, оно наполняется этим дыханием. Дыхание жизни – это часть Духа Божьего, отделенная, специальная для создания в человеке его жизни и духовной сущности. То есть, духовный мир, духовное состояние человека начинается тогда, когда Бог вдыхает это дыхание жизни. И как Иоанна, 3 глава 6 говорит о том, что рожденное от Духа, от Духа Божьего, есть Дух. То есть, в тот момент, когда вдыхается дыхание жизни, Дух человека формируется в теле человека. Мы видим, как это происходит из Писания. Как только, что происходит дальше? Как только появляется Дух человека в его физическом теле, от взаимодействия физического тела с Духом Божьим или Духом человека возникает третья составляющая нашей сущности или душа. То есть, человек становится личностью, человек становится тем, кто может взаимодействовать с этим миром. Он становится тем, кто осознает себя, кто может анализировать то, что происходит с ним. Итак, еще раз. Слово дыхания жизни, очень та же, кстати, интересный момент, то, которое здесь написано в Бытие, 2 главе 7 стихе, в иврите стоит во множественном числе. нефеш хаим, то есть, дыхание жизней. Иными словами, это означает, что Бог дает жизнь двоякую, как духовную, так и душевную, в физическом теле. То есть, Бог оживляет и нашу душу, Бог оживляет и наш дух, и все это находится в физической оболочке, известной нам как тело. И когда-то в книге Иова там была такая очень бурная дискуссия, один из друзей Иова проводит разные аргументы о сотворении, там вообще сложная такая беседа у них. И в 33 главе 4 стихе он говорит, «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». То есть, мы видим, что это идея создания от Духа Божьего и начало жизни от Божьего дыхания, она присутствует в разных частях Писания. То есть, это то, что Бог открывает нам о нашем внутреннем состоянии, о том, кто мы с вами являемся. Итак, подводя краткий такой вот итог, мы можем видим из Бытие 2 главе 7 стихе, что «Создал Господь Бог человека из праха земного». Это наше тело вдунул в лицо его дыхание жизни. Это относится к нашему духу, посредством которого человек имеет взаимоотношения с Богом. И дальше написано «И стал человек душою живою». Это то, что относится к нашей душе. Но после того, то есть, душа появляется после того, как дух оживляет тело, которое и превращается в живого сознательного человека, то есть, человека, который осознает себя. Очень просто, с одной стороны, да, это как с космосом, очень просто, космос — это звезды. Но не все так просто. Мы для себя можем провести как бы такую простую параллель. То есть, мы с вами состоим из двух, так скажем, условно сущностей, материальной и духовной, или к которой можно относить и дух человека, и душу человека, да. То есть, душа — это орган нашего самопознания. Я знаю, что я мужчина, я знаю, сколько мне лет, я знаю, где я живу, я знаю, как меня зовут, я знаю, как реагировать, что огонь горячий, что вода может быть холодная, она мокрая и так далее. Я познаю этот мир через нашу душу, через свою душу, да. Я прикасаюсь своим телом, и мой разум истолковывает это прикосновение. То есть, вот это холодное, вот это не холодное, вот это острое, вот это я попробовал сладкое. То есть, мое тело, оно реагирует определенным образом, душа истолковывает то, что происходит, то, с чем я сталкиваюсь. Если же мы говорим о духе, это орган, который находится внутри нас, или скажем, часть нас, созданная Богом, которая служит для нашего Богопознания, для нашей связи с Богом, для наших взаимоотношений с Богом, посредством которого мы способны поклоняться. То, что говорит Ишуа о самаритянке, о том, что настоящие поклонники, они будут поклоняться Богу в первую очередь в своем духе. Они не будут просто, знаете, как бы переживать какие-то внутренние такие, ну, мурашки или еще что-то. Они будут иметь взаимоотношение поклонения, почтение по отношению к Богу в своем духе. Итак, задача души, задача души, которую мы имеем внутри нас, заботиться о том, чтобы дух и тело не теряли своих правильных взаимоотношений, то есть, чтобы тело не перестало подчиняться духу и чтобы дух управлял телом посредством души. Вот почему душа человека имеет такое большое значение. Она берет все то, что дает дух Божий через наш дух и столковывает для нас, направляет наше тело и как бы руководит нашей жизнью, подсказывает нам, какие вопросы для нас важны. Итак, я надеюсь, мы не запутались, надеюсь, мы держим фокус. Верующему человеку очень важно знать свой дух, понимать его движение, потому что именно в нашем духе мы встречаемся с Богом. Друзья, именно в нашем духе человек приходит, ну как бы это духовная сущность и она связана ближайшим образом с духом Божиим. И когда дух Божий говорит нашему духу, тогда наша душа способна интерпретировать или объяснить то, что дух Божий сказал. И мы поговорим сегодня о том, как это происходит. Мы понимаем, что духовная жизнь управляется духовными законами, точно так же, как и естественная жизнь управляется законами физического мира. Правда? Мы все это прекрасно знаем. Мы знаем прекрасно, как уничтожить наше тело. Побольше сахара, побольше жирного на ночь и желательно еще как бы так два раза. И мы знаем, что наше тело будет разрушаться. Мы знаем, как испортить нашу душу. Побольше там каких-то какой-то ерунды, больше телевизора, больше интернета, больше того-того-того и вскоре поменьше общайся, побольше ссорься и все. И твоя душа, она будет в ужасном состоянии. То есть, есть определенные законы. Точно такие же законы действуют по отношению к духовной жизни. Мы можем либо ее развивать и расти во взаимоотношениях с Богом, либо мы можем ею пренебрегать. Точно так же, как и телесными вопросами, точно так же, как и душевными вопросами. Дух человека, он может находиться, так скажем, в оковах души или плоти. И тогда мы можем вообще его не ощущать, не переживать, не иметь духовного развлечения. Иногда мы с вами, как верующие люди, встречаем такие ситуации, когда мы видим, когда человек совершенно глупо себя ведет, поступает совершенно, вот как бы, мы говорим, у него нет развлечения, у него нет духовного развлечения. О чем мы говорим? Или если мы сталкиваемся, например, с неверующими людьми, которые принимают совершенно безумные с точки зрения духовных законов какие-то решения, да, мы говорим, а что вы хотите от него? Человек, нерожденный свыше, человек, чей дух находится под контролем каких-то сил, может быть, бесовских, может быть, самих, самого человека, его импульсов, желаний, похотей или каких-то действий. Итак, дух человека может находиться в рабстве, может находиться в оковах души человека или его инстинктов, его плоти. И тогда мы можем не ощущать близости с Богом, не понимать этой близости с Богом. Павел, когда говорит об этом феномене, он, об этом состоянии, он сравнивает это состояние разрыва связи вот этой с Богом со смертью. И он говорит Евсесианам 2 глава 5 стих И нас мертвым по преступлениям оживотворил со Христом благодатью вы спасены. То есть мы были мертвы по нашим преступлениям, по нашим поступкам, по нашему вот вообще внутреннему состоянию. То есть наш дух, он находился в связанном состоянии. И то, что говорит Писание, что вы были мертвы. И вы оживляетесь благодаря Христу. То, что говорит здесь Павел, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Когда человек осознает свою духовную смерть, когда он осознает, что его дух находится под властью его души, под властью его тела, он может обратиться к Богу и попросить о свободе. Это тот момент, который мы называем обращение с просьбой о молитве покаяния. Когда человек обращается к Богу и говорит, Господи, я мертв по своим делам. То есть, что имеется в виду? Мой дух не имеет взаимоотношений с тобой. И это подобно смерти. Мой дух не слышит то, что ты мне бы хотел сказать, а я хочу изменить эту ситуацию. И происходит тогда что? Событие, известное как рождение свыше. Мы говорим рождение свыше. Что произошло в этот момент? Наш дух рождается для взаимоотношений с Богом. То есть, не просто, что его не было и он, знаете, как бы появился. Он появился в момент вашего зачатия. Бог дал вам, вдохнул это дыхание жизни. Когда он сотворил вас в утробе вашей мамы, вы уже имели дух. Дух был вашей частью, но он не находился в связи с Творцом. Он не находился в связи со своим Богом. И после рождения свыше, после покаяния человек имеет возможность общаться с Богом. То есть, дух к духу может говорить как в одну сторону, так и в другую. Он получил возможность получать прямые откровения от Творца. Прямое слово от Бога прямо в свой дух, понимать его при помощи своей души, интерпретировать его и применять при помощи своего тела. Вы еще здесь? Да? Нормально? Хорошо. Итак, это, собственно говоря, друзья мои, если смотреть на Писание и является духовной жизнью, что такое жизнь в духе? Жизнь в духе это когда твой дух находится в близких взаимоотношениях с Духом Божиим. Это когда твоя душа умеет понимать, что происходит в твоем духе. То есть, мы контактируем с этим миром при помощи тела, при помощи нашей души. Да? Душа включает в себя опыт, знания, интерпретацию и так далее, и так далее. Мы немножко коснемся. И это называется хождение в духе. То есть, человек имеет простые, близкие взаимоотношения возрожденного своего духа с Духом Божиим. И, вы знаете, я могу вас спросить, например, верующие ли вы? Вы можете сказать, да, я верующий. Я спрошу вас по-другому. Рождены ли вы свыше? Я спрашиваю иногда так людей, вы рождены свыше? Они говорят, да. Я говорю, откуда вы знаете? Вот простой вопрос, да, вот я вас спрашиваю, откуда вы знаете, что вы рождены свыше? Вы не знаете. Правда? Но вы имеете внутреннюю уверенность о том, что это рождение произошло. Да? Дух Божий свидетельствует Духу нашему о том, что мы дети Божьи. Понимаете, да? То есть Дух Божий дает это свидетельство. Мы говорим, есть эта связь? Дух Божий говорит, есть. Мы говорим, докажи. Ну, как я вам докажу? Как я могу доказать, что я рожден свыше? Есть косвенные доказательства, кроме нашего свидетельства. Это наша жизнь. Правда? Это изменения в нашей душе, которые выражаются через изменения нашего характера. Это изменения в нашем теле, которые выражаются через правильные богоугодные поступки. И это является внешним доказательством всего того, что было ранее. И когда человек приходит к водному погружению, знаете, что он декларирует во время водного погружения? О том, что эта связь с Богом уже существует, уже работает. То есть водное погружение, оно не вводит человека в состояние рождения свыше. Оно является внешним заявлением физический и духовный мир о тех переменах, которые уже имеют место в жизни конкретного человека. Он говорит, подобно Христу, я захожу в эту воду, подобно его смерти, я был мертв, но теперь я воскрес для общения с Богом живым. Итак, мы немножко как бы разобрали такую вот первую часть наших основ, да, и сейчас мы будем говорить немного о тонких моментах. Перед этим тоже было, конечно, ну так, тоненько, но сейчас еще дальше пойдем, друзья. Наш дух, когда мы говорим о духе, включает в себя, ну то есть, некоторые функции, очень важные. Давайте попробуем аккуратненько пройтись. Еще раз, тонкие моменты. Наш дух включает три функции, это функция интуиции, нашего общения и функция совести, то есть, как работает наш внутренний дух, что происходит с ним вообще, ну вот, есть же у каждого дух у нас, правда? Неплохо бы знать, о чем речь. Когда мы с вами хотим иметь здоровое тело, нам неплохо иметь хотя бы понимание, из чего наше тело состоит, правда? Мы не просто говорим, ой-ой-ой, что-то у меня вот здесь болит. Мы знаем, что здесь болит сердце, да? Ой-ой-ой, здесь у меня что-то болит, там болит печень, ой-ой-ой, там у меня в одном месте болит, да? Мы говорим, ну мы знаем, как это место называется. То есть, мы имеем хотя бы базовое понимание нашего тела, правда? Мы имеем понимание нашей души, когда мы говорим, что у нас есть эмоции, у нас есть интеллект, у нас есть представления, чувства и многое, многое другое. много о чем можно говорить. То же самое, дорогие друзья, когда мы говорим о нашем духе, который мы имеем от Бога, он также имеет свои составляющие. И может быть мы с вами, как исследователи, не знаем все до конца, но что-то мы можем ухватить из Писания, что-то понимать и понимать, как привести вообще состояние нашего духовного человека в здоровое состояние, зрелое состояние. Итак, все эти функции, интуиция, общение и совесть, они взаимосвязаны друг с другом, работают согласованно. То есть это не так, что кто-то там себе что-то придумал, а второе говорит, да нет, это будет по-другому. Так же, как и наше физическое тело. То есть мы знаем, что наши глаза подчиняются нашему мозгу, наше сердце подчиняется другой системе. То есть есть взаимодействие с системой. И с помощью этих функций нашего духа осуществляется наша духовная с вами жизнь. Наше поклонение Богу, наше служение Богу. И именно от этого формируется наша духовная жизнь. Итак, давайте остановимся более подробно на этих трех функциях нашего с вами человеческого духа. И первая функция его это интуиция, друзья. Что это такое вообще? Это то, с чего мы начинали. Помните, да, когда я подходил к пастырям и говорил, откуда ты знаешь, что Бог говорит? Он говорит, я просто знаю. Если бы такой человек ответил это, например, неверующему, да, этот пастырь ответил кому-то из неверующих, кто бы сказал, да, это вот просто у тебя развитая интуиция хорошо. Правда, да? И возможно, это и так и есть. То есть человек, он имеет интуицию, он имеет определенное знание. Вы сами двигались в интуиции не раз, наверное, да? Что это такое? Это такая хитрая штука, которая не всегда логична. Правда? Она просто, вот ты просто знаешь, что это вот так. У тебя нет доказательств, у тебя нет каких-то законов, которые бы это подтверждали. Это невозможно даже проверить. Это внутренняя чуйка, как мы говорим. Чувствую одним местом, да? То есть это определенное знание за пределами нашего опыта, за пределами нашего понимания и того, как мы вообще воспринимаем этот мир. Фактически это голос, воспринимающий орган нашего духа, да? Это внутренний голос или он воспринимает духовное восприятие того, что Бог хочет нам сказать. То есть он воспринимает то, что Бог пытается проговорить в нашу жизнь. Если так говорить, то интуиция, она, в общем-то, противоположна нашим душевным и телесным чувствам, да? То есть тело может говорить одно, интуиция может говорить другое. Мы получаем интуицию или интуитивное какое-то представление без помощи нашего разума, без помощи нашего тела. То есть оно просто имеет, фактически, если так говорить, это прямая связь с Богом. Прямая связь с Богом. Если мы, еще раз, тут несколько как бы моментов, если человек развивает эту связь, если человек руководствуется этой связью. Именно туда, через нашу интуицию, приходят в наш дух откровения от Бога. Что такое откровение, друзья? Вы думали об этом, да? Это просто определенное знание о какой-то ситуации, понимание какой-то ситуации. То есть я получил откровение. Очень часто мы слышим это в нашей среде, да? Что ты имеешь в виду? Я не знаю, я просто вот знаю, что оно должно быть вот таким. Это работает через нашу интуицию. То есть Бог говорит таким образом. Как только человек освобождается от порабощения души и плоти, именно тогда вступают в действие вот эти функции нашего духа. Это интуиция, общение и совесть. Дух Святой изливается в дух человека и обогащает его, этот дух наш, с вами дух, новым познанием. Смотрите, что говорит об этом Писание. Это излияние Духа Святого в дух человека. Писание называет помазанием. Мы часто используем это слово в самых разных контекстах. Вообще, помазанники, замазанники и так далее, и так далее. И 1 Иоанна 2 глава 20 стих говорит об этом помазании. То есть Дух Божий, он изливается в дух человека, да? И 1 Иоанна 2 глава 27 стих говорит, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинное, не ложное, то чему оно научило вас, в том, пребывайте. Помазание пребывает в нас. То есть помазание приносит в нашу жизнь определенного уровня знания от Бога, определенное уровне откровения от Бога. И написано, что оно настолько сильное, что оно имеет даже преимущество перед тем опытом, который приходит от жизни человека, от других людей. То есть нет нужды даже, чтобы кто-то другой нас учил, потому что оно более совершенно, более глубоко, более зрело, более направляемо. То есть Дух Святой действует непосредственно в нашем духе, которое ведет нас к этому внутреннему ощущению истины. То есть мы получаем через Божье помазание внутреннее понимание Божьего Слова, Божьей истины. Вот мы смотрим на какую-то ситуацию, мы говорим, это неправильно. И может быть мы не можем вспомнить 99 мест Писания, мы понимаем, что это неправильно. То есть что это такое? Это внутреннее влияние Духа Божьего на наш дух, дух человека, через который, через это помазание, через это наставление он учит нас правильно понимать и реагировать. То есть помазание включает в себя все воздействие Бога внутри нас, позволяя нам иметь полное, богатое и всеобъемлющее знание. При этом, друзья, очень важно понимать, что для того, чтобы нам с вами правильно интерпретировать это знание, правильно, так скажем, использовать это помазание, нам необходима наша душа. Наша душа, она переводит нечто из духовного мира в мир, который окружает нас. То есть наша душа способна определенные переживания облечь в слова, в какие-то даже картины, в какие-то, например, танцы, песни, в какие-то выражения, внешние выражения поклонения. Понимаете, да? Еще раз, Дух Божий посредством Духа Святого, или так, Бог посредством Духа Святого говорит к нашему Духу. Это называется помазание от Него, это называется взаимодействие через нашу интуицию. И нужна наша душа, которая объяснит нам, что же было сказано, как это применить в рамках нашего опыта и наших представлений. И каждый раз, когда мы получаем такое понимание, наше тело будет побуждаемо нашей душой к определенным действиям, к поклонению и к служению Богу. Вы еще здесь? Вы не потерялись? Нет? Хорошо. Итак, интуиция. Одна из первых и очень важных функций, которые Бог создал в нашем духе и использует для того, чтобы направлять нас как духовных личностей, как духовных людей. И вторая функция – это общение с Богом. Наш Дух, он сделан таким образом, чтобы мы имели близкую связь с Богом. То есть напрямую. Хотите максимально близко разговаривать с Богом, друзья? Тогда ваш дух должен разговаривать с Ним. Ваш дух, ваша внутренняя часть, она должна научиться взаимодействовать с Богом. Смотрите, 1 Коринфянам 1.9 написано, верен Бог, которым мы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. То есть главная цель общения с Богом – это познание Его личности, Его святого естества, святости и воли. И, как было уже сказано, для того, чтобы вообще начинать, начать наши взаимоотношения с Богом, наш дух, он должен быть рожден свыше. Мы должны освободить его для общения с Богом. Это первый, и без него невозможно пройти шаг. То есть самый важный шаг, с которого все начинается. Человек, который не рожден с мыши, он имеет ограниченное откровение, он имеет ограниченное познание Бога. Он может познать Бога через рассматривание творений, но этого будет недостаточно. Дух рожденного человека, он будет иметь возможность к близким отношениям, иметь возможность к живым отношениям с Богом. Итак, что такое общение с Богом? Это способность получать откровение от Него, воспринимать через свой дух откровение от Бога. Что такое откровение? Откровением является все то, что мы получаем непосредственно от Бога через нашу интуицию, то есть способность духовного познания. И как мы уже говорили о том, что наш разум, наш опыт или часть нашей души помогает осознать, пережить и применить все то, что мы получаем от Бога. Итак, если вы хотите общаться с Богом, то знайте, друзья мои, что происходит это в первую очередь в вашем духе, в той невидимой части вас. Не просто, ну, когда вы там, не знаю, молитесь, ну, хотя это тоже, это вот как бы взаимосвязанные вещи, понимаете, да? То есть вы можете даже не шевелить своими устами, вы можете просто лежать с закрытыми глазами и вообще не шевелиться, и ваш дух, он может иметь взаимоотношения с Богом. Вы просыпались когда-нибудь от того, что ваш дух молится, да? Ну, вы же не контролируете это, правда? То есть ваша душа в этот момент отдыхает, ваше тело отдыхает, нет никакой интерпретации, но во сне вы почему-то понимаете, что есть вот такая связь с Богом, что просто не хочется просыпаться, правда? Настолько сильное переживание. Что в этот момент происходит? Ваш дух, он общается со своим творцом. То же самое происходит, когда человек молится на иных языках. Вы говорите какие-то вещи, вам не обязательно это понимать, в этот момент ваша душа не интерпретирует, хотя может и интерпретировать в каких-то других моментах, да? То, что происходит в духовном мире. Но, друзья мои, связь действует, связь установлена, и вы через не какое-то время, вы можете молиться, 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 молиться на языках, да? Вы не понимаете, что происходит, и в какой-то момент раз, и появилось откровение. Появилось, ну, как бы через вашу интуицию, появилось понимание какой-то ситуации, вы понимаете, надо сделать вот так. Откуда ты знаешь? Я не знаю, я молился. Я просто внутренне почувствовал это так, да? Мы часто путаем эти вещи, часто объединяем, для нас это, я же говорю, Бог говорит, потому что я почувствовал. Ну, то есть мы не задумываемся иногда в терминах, и это нормально. Это то же самое, как вы приходите и говорите, у меня вот здесь болит. И иногда маленькие дети так говорят, у меня сердце болит и держится вот тут вот, да? Ты говоришь, ты уверен, что это сердце? Абсолютно уверен, смерть близка. Да, то есть он вообще понятия не имеет, но он что-то переживает. Иногда так же самое происходит с нашей духовной жизнью. Мы что-то переживаем, вот здесь вот точно вот так, как это, что это, не важно. Ну, вот как бы одно это говорит, плохо мне, да? Умру я скоро. Итак, когда мы молимся на духовных языках, наш дух непосредственно, конкретно и прямо общается с Духом Божиим. И это одно из самых эффективных, ну, так скажем, методов, которые мы можем увидеть в Писании, которые помогают человеку общению с Богом. То есть, еще раз, мы говорим, какая польза? Послушайте, пользы нет, вы так считаете, потому что вы не интерпретируете то, что происходит. Но если мы говорим о взаимоотношениях духовного человека с Духом Божиим, то, послушайте, польза прямая. Есть целый ряд мест Писания, которые напрямую говорят о пользе от такой формы молитвы. Итак, третья функция, то есть, мы говорили о том, что первая функция Духа нашего – это интуиция, то есть, интуитивное восприятие того, что Бог хочет нам сказать при понимании Его откровений. Вторая функция нашего Духа – это связь с Богом, общение с Богом, то есть, посредством нашего Духа мы общаемся с нашим Богом. И третья функция нашего Духа – это совесть. Совесть – это определенный внутренний закон, которым мы руководствуемся. Если вы посмотрите, все люди рождаются совестью, да? И у каждого она разная. У кого-то она может быть сверхчувствительная, у кого-то она может быть полностью сожжена. Если мы посмотрим в Писание, человек был создан совестью. То есть, совесть, как неотъемлемая часть человеческого Духа, была создана вместе с Духом, но вступила в действие. То есть, начала функционировать только после грехопадения человека. Вы помните, что произошло в Эдемском саду? Они согрешили Адам Сиева, да? И дальше что произошло? Совесть включается, и им стало стыдно. Они начали прятаться, они начали что-то комбинировать, начали какую-то ерунду говорить. Этого не было раньше, да? То есть, без греха совесть находилась в спокойном состоянии. Она не... Не было нужды активировать свои функции внутреннего Божьего закона, внутреннего Божьего такого компаса, который бы определял, что есть хорошо и что есть плохо. Если вы посмотрите на законы самых разных, так скажем, народов в мире, и исследователи обратили внимание о том, что внутренний кодекс тех, например, племен или законов, которые никогда не слышали Евангелие, они очень часто были похожи на 10 заповедей. В той или иной сфере они передавали идею, которая была заключена в 10 заповедях. То есть, о чем это говорит? О том, что внутри этих людей был определенный закон, который был выше законов этносов, законов какой-то культуры, истории или традиции. То есть, это определенный компас, который показывал в сторону Бога. Хоть и не явно, но он направлял человека в сторону восприятия Бога. Итак, главная задача совести – определять то, что правильно и что неправильно, что зло и что добро. Если мы говорим о совести как отдельной части, ее функцию можно свести к трем аспектам. А именно, совесть призвана, чтобы помогать нам отличать правильное от неправильного. То есть, совесть, она помогает, говорите, да или нет. Помогать узнать, что Бог оправдывает, а что осуждает, что он любит, а что он ненавидит. То есть, она как бы помогает человеку понимать вообще, что угодно Богу, а что не угодно. А также через совесть Бог руководит человеком. Он подправляет его, он останавливает его, он обличает через совесть. И вы знаете, как иногда наша совесть может сильно влиять на нашу жизнь, правда? Есть люди, которые, вот как мы говорим, совестливый человек. То есть, этот закон у него очень сильно развит в его духе. Он никогда не возьмет копейки. Он будет говорить правду, даже если это ему 50 раз невыгодно. Он будет идти до конца, он будет держать свое слово и так далее, и так далее. То есть, его внутренний стержень, он очень силен. И я хочу вам сказать, что следовать голосу совести, друзья мои, это признак настоящей духовной жизни. Это непросто, это вызов. И совесть, как правило, говорит в порядке, нам говорит в порядке ли мы в наших взаимоотношениях с Богом и в наших взаимоотношениях с людьми. Соответствуют ли наши помышления или дела воле Божией. И мы понимаем, что если верующий человек, если христианин растет, духовный рост происходит, будет меняться качество его совести. Это взаимосвязанные моменты, друзья. Если дух человека развивается во взаимоотношениях с Богом, если дух человека воспринимает откровение через интуицию, через понимание Божьих принципов, его совесть обязательно должна меняться. Это естественная часть нашего развития. То же самое, как происходит в нашей душевной сфере, да? Перестаньте читать новости, вы спокойно будете спать ночами. Это связанные вещи. Связанные вещи. Перестаньте общаться со сплетниками и раздоры вот просто прекратятся. Почему? Потому что эти вещи, они будоражат нашего внутреннего человека. Понимаете? Мы не находим вот я ему сейчас вот это, да что же они, ах вот они такие и всякие. Послушайте, это все раздраконенная такая наша душа, да? Друзья, но если вы прекращаете это делать, меняется это внутри. То же самое с нашей совестью. Если вы начинаете выходить навстречу Божьим заповедям, совесть приходит в свой порядок. Итак, совесть всецело находится под контролем Духа Святого. Она очень близка к Духу Святому. Таким образом, Дух Святой говорит к нам. Таким образом, Бог назидает нас. Именно это имеет в виду апостол Павел, когда говорит о себе. Он говорит о себе в Римлянам 3 главе 1 стихе. Он говорит, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. То есть, я имею свидетельство своей совести под воздействием Духа Святого об определенных вещах. Она говорит ко мне. И он говорил о том, что я по закону, помните, да, когда он рассказывает о себе, он говорит, что я непорочный человек. Свидетельствует мне совесть, да? И Бог мне свидетельствует. То есть, я не помню такого, чтобы и мне чего-то прятаться. Мне ни в чем никто ничего не упрекает, я сплю спокойно. Мы говорим о том, что чувствительность совести можно улучшить, а можно ухудшить. Как мы говорили, есть совестливые люди, а есть люди с такой прожженной совестью. Фактически, если человек начинает игнорировать указания совести или, скажем, просто закрывает свое сердце, доводит ее до состояния такой перегоревшей, после этого, знаете, что может произойти? Дух человека, он может умереть. Дух человека может потерять эту связь с Богом. То, что мы говорим, можно ли потерять спасение, да? Да? Однажды спасенный, спасенный навсегда. Есть разные подходы, мнение, еще одна суперсложная тема. Но, друзья, я думаю, что можно. То есть, человек как может построить отношения с Богом, так и может их разрушить осознанно. Через отвержение принципов совести, через отвержение взаимоотношений с Богом происходит разрыв. Дух человека, он угасает, угасает и в конечном итоге может наступить смерть, духовная смерть, которую подвергаются отступники. Вы знаете, Писание говорит о том, что это состояние может быть необратимым. То есть, такие люди, они даже настолько сильно, их совесть будет помрощена, что они не смогут второй раз даже покаяться. Потому что вот этот вот, знаете, как бы механизм к покаянию, он будет перегоревшим. Человек просто живет, ему говорят, вот это грех, он говорит, а мне все равно. И знаете, что он не врет, ему просто все равно. Это грех, ну и что, назовите как угодно, я живу и мне так нравится. Понимаете, да? То есть, человек умирает для взаимоотношений с Богом. Точно так же, как, друзья, если мы игнорируем, например, те указания, которые дает нам наше тело. Например, да, вы видите, что ваша печень увеличивается, увеличивается и уже все. Вы понимаете, что вы можете игнорировать это дальше, но через время она скажет до свидания. И вы ничего не сможете сделать. Правда, да? Вы скажете, ай, я был глуп. Но уже время прошло, поздно пить боржоми. Итак, таким образом добрая совесть, друзья, свидетельствует человеку о благоволении Божьем, потому что нет разделения у человека с Богом. И это нормальная, в общем-то, жизнь христианина. Поэтому, чтобы постоянно обладать доброй совестью, друзья, это не так просто. Для того, чтобы наша совесть, она была чиста, для того, чтобы наша совесть нас не осуждала, нам необходимо очищение. И Бог предусмотрел целую систему, благодаря которой мы можем приводить нашу совесть в порядок. Это покаяние через исповедание наших грехов, когда человек приходит и говорит, я согрешил перед Богом. То есть, что происходит в этот момент? Совесть приводится в порядок, да? Совесть говорит, молодец, я рады, мы с Духом Святым рады, что ты услышал наши, ну, как бы, знаки. Это очень хорошо. Иди и больше так не греши, человек. Снова что-то происходит. То есть, фактически, это работа над своим духовным здоровьем, друзья. И 1 Петра, 3 глава, 16 стих говорит, «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены полицающие ваше доброе житие во Христе». Имейте добрую совесть. То есть, совесть, которая имеет доброе свидетельство, имеет доброе представление, добрый, так скажем, образ. Или другими словами, можно, знаете, на современный вид сказать, будьте духовно здоровыми людьми. Будьте во взаимоотношениях с Богом. Настраивайте, учите свой дух различать это слово через интуицию, тренируйтесь. Иногда, вы знаете, когда человек учится слышать голос Божий, и мы иногда еще называем это, например, такой человек, он слышит и говорит кому-то, да, этот голос. Мы называем таких людей пророками, да. То есть, человек услышал от Бога, интерпретировал через свою душу и сказал это для других. Иногда мы говорим, настоящие пророки 100% всегда говорят 100% слово от Бога. Послушайте, это очень такое, ну, знаете, как сказать, кардинально однозначное утверждение. Потому что, если мы подходим из позиции того, что я учусь слышать Божий голос, я учусь его понимать, я говорю так, как я понимаю, тогда это подразумевает, что мы можем ошибаться. Это подразумевает, что мы не всегда можем ясно интерпретировать. Но чем чаще мы будем это делать, тем лучше это у нас будет получаться. Потому что мы будем тренировать вот это взаимодействие Божьего Духа, нашего Духа через интуицию, через взаимоотношения и через нашу совесть. То есть, вы видите, эти три функции, они близко связаны внутри нашего духовного человека. Я хочу вам сказать, что в первую очередь, в первую очередь, Бог заинтересован в здоровье нашего Духа. Друзья, мы очень часто говорим о теле, потому что мы живем в теле, мы взаимодействуем через тело с физическим миром. Мы очень переживаем за его потребности, чтобы его покормили, чтобы его красиво одели, каким-то приятным кремом помазали. Но хотя, друзья, мы должны всегда помнить, что придет момент, сколько бы мы ни подтягивали, что в какой-то момент оно вернется в то место, откуда было взято, в прах земной. Мы говорим о нашей Душе, мы развиваемся интеллектуально, мы развиваемся там ментально, знаете, мы иногда такие вот продвинутые люди. Это тоже хороший момент. Но тем не менее, наш Дух – самая важная часть нашего человека. Вы знаете, что человек может быть, например, физически, ну как бы так правильно сказать, нездоровым, то есть он может быть не функционировать правильно, его тело может не функционировать правильно. Бывает так, что человек, например, что-то происходит с его душой, то есть какой-то стресс, какие-то потрясения. Мы понимаем, мы понимаем, что у человека душа, она повреждена. Но это еще не значит, что Дух этого человека не имеет отношений с Богом. Понимаете, да? Это еще не значит, что такой человек не способен иметь связи с Творцом. Вы подумайте, ну как бы, может быть, напрасно, ну как бы по-другому, напрасно мы так сразу говорим, а вот это безнадежный. Не совсем, может быть, как раз этот человек имеет нечто особое. Как иногда, знаете, в русской такой традиции, культурно-исторической, существует образ такого понятия, как «юродивый». Слышали, да? То есть это человек, который может быть физически нездоров, психологически нездоров, но периодически он выдавал что-то такое, что люди окружающие его были обличаемы Богом, да? Были как-то потрясаемы тем, что он говорил, потому что он был способен видеть какие-то вот моменты такие, которые оп, и все просто, как говорится, без слов, без слов. То есть по-разному может взаимодействовать наш дух. Итак, давайте кратко коснемся основных принципов заботы о нашем здоровом духовном состоянии. То есть мы говорим о нашей части под названием дух, то, что есть внутри нас. Итак, это включает в себя следующие принципы. Как было сказано, первый и основной принцип, который заботится о нашем духовном состоянии. Наш дух должен быть рожден свыше. Наш дух должен находиться во взаимоотношениях с Богом. То есть мы должны примириться с Богом, мы должны иметь взаимоотношения с Ним через молитву покаяния. Это начало вообще, вообще сути духовного здоровья. Следующее. Когда мы настраиваем это взаимоотношение, когда человек рождается свыше, нам нужно стараться поддерживать это состояние через исповедание наших грехов. То есть мы учимся взаимодействовать с Богом, мы учимся делать его волю, исполнять его волю. Если это не получается, мы поддерживаем эти взаимоотношения через покаяние, друзья. Когда человек приходит к Богу и говорит, я понимаю, совесть обличает, слово обличает, прости меня, Боже, я хочу продолжать дальше. Я ошибался. Я ошибался, но я хочу иметь дальше с тобой взаимоотношения. Следующий момент, который обязательно важен для нашего духовного роста, для нашего поклонения, друзья, молитвенная жизнь. Особенно молитва на языках, совместная молитва. То есть когда наш дух, он учится взаимодействовать с Богом. Послушайте, если ваша молитвенная жизнь будет налажена, я абсолютно уверен, что откровения от Бога будут приходить в вашу жизнь намного чаще. Это подобие трубам, это подобие связи. Если вы моете постоянно, знаете, как бы трубы, тогда по ним будет течь чистая вода. Если вы постоянно пользуетесь какими-то вещами, они будут в хорошем рабочем состоянии, они будут заржавелыми, они не будут какими-то такими негибкими. То есть молитвенная жизнь позволяет нашему духу иметь свежесть и здоровье для нашего духа. Потому что именно через это происходит взаимодействие нашего человека с Богом. Друзья, не в первую очередь через тело, не в первую очередь через нашу душу, потому что душа интерпретирует то, что происходит в нашем духе. Хотите быть духовным человеком, развивайте активно молитвенную жизнь. Еще раз говорю, молитва на языках особенно способствует. В те моменты, когда дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. О чем это говорится, друзья? Как раз об этом взаимоотношении. Он говорит Творцу тайны. Нужно ли нам знать? Не обязательно. Не обязательно, потому что он ходатайствует за нас, просит за нас по воле Божьей. То есть у них они договорятся. Может быть мы не осознаем. А может осознаем, если они захотят нам объяснить. Но тем не менее, это важная часть. Чем слабее наша молитвенная жизнь, тем труднее нам получать откровения и иметь взаимоотношение с Богом. А также, друзья, нужно понимать, что сфера духа, вообще дух как явление, как орган наш, он находится под пристальным вниманием как Бога, так и бесовских сил. Друзья, цель бесовских сил поразить ваш дух. Цель бесовских сил разорвать вот эту связь. Послушайте, я думаю, что в общем-то бесам все равно, в какой одежде вы ходите, если она не ведет к греху. Или каким кремом вы намазали свое тело сегодня утром. В общем-то все равно. Понимаете, да? Потому что тело, оно уйдет. Хотим мы или не хотим. Но намного по-другому отношение к вашему духу. И если у вас есть стабильные отношения с Богом, они будут в вашей духовной жизни, они будут охраняемы Богом, они будут, скажем так, под пристальным вниманием Богом, но также они будут под пристальным вниманием бесовских сил, тех, которые хотят это разрушить. Поэтому Писание говорит, больше всего хранимого храни что? Сердце свое. И это еще один из синонимов духовной жизни или нашего человеческого духа. Сердце. Некая сердцевина, некоторая основа, некоторый стержень, вокруг которого строится все остальное. Писание говорит, больше всего храни сердце свое. Это, друзья, очень простые принципы, да? Простые принципы. Но с них начинаются великие вещи. С них начинаются очень важные вещи. Когда мы говорим, приходим, например, к врачу, он говорит, соблюдай диету, сладкое не кушай, жирное не кушай, вот это. Это тоже простые принципы, правда? Но мы понимаем, что здоровье начинается с них. Их можно либо игнорировать и сказать, да перестаньте, я вот тут сейчас витаминки попью и все успокоится. Либо заняться вопросом более систематично и более качественно. Я благословляю вас исследовать сферу вашего духа. Я благословляю вас размышлять об этом больше, друзья. Чтобы вы практиковали свою духовную жизнь. Потому что таких поклонников ищет Бог. Которые будут поклоняться Богу не в Иерусалиме, не в общине Свет Мессии на улице Польская 6, Польский спуск 6, друзья. А которые будут поклоняться Богу в духе и истине, в любом месте, в любое время. Даже когда они спят. Друзья, и у нас есть такая возможность. Потому что нас создал такими Господь. И поэтому, друзья, давайте учиться это делать. Служить ему, поклоняться ему и радовать его каждый день нашей жизни. Пускай вас Бог благословит. Давайте мы помолимся. Святой Боже, мы благодарны Тебе. Благодарны за милости Твои. Благодарны за любовь Твою. Благодарны за дух, который Ты поместил в наше тело, Господь. Дал нам наш дух. Боже, мы просим о том, чтобы Ты научил нас духовной жизни. Чтобы Ты научил нас понимание духовной жизни. Принципам здоровья, профилактики нашей духовной жизни. Боже, что это больше, чем просто прийти на молитву. Это больше, чем просто прийти на служение. Это, Господь, принципы, которые дают нам возможность понимать Тебя. Которые дают нам возможность ходить в чистоте и святости. Боже, я прошу о том, чтобы Ты благословил каждого из здесь находящихся. Чтобы духом пламенели и Господу служили, Господь. Мы хотим пламенеть духом, Боже. Поэтому научи нас разбираться в духовной сфере. В сфере нашего духа, в сфере нашего хождения перед Тобою. Благословен Ты, Бог, который... 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Кулакова